Полиция расследует дело об угоне автомобиля. Похищенную машину в Челябинске удалось найти за городом благодаря системе ГЛОНАСС. Причем, когда задержали предполагаемого автоугонщика, хозяева машины его узнали. Оказалось, у него были ключи от их иномарки. Подробности в репортаже. Свой автомобиль семья Широковых теперь паркует на охраняемой автостоянке, но ездить на нем не могут. Официально этот автомобиль почему-то еще числится в розыске. Утром она, как обычно, хотела запустить с брелка сигнализацию автозапуск. Смотрит, что на брелке показывают открытые замки и открыта водительская дверь. Я говорю, ну выйдешь, посмотришь, может быть, что-то там заключило. В итоге она выходит, машины нет. Их автомобиль угнали утром 2 апреля. Полиция и хозяева сразу начали поиски машины. Обнаружить автомобиль удалось вблизи озера Кумкуль. Это в Аргояжском районе. Угонщики, видимо, не знали, что в машине установлена система ГЛОНАСС. По этим фотографиям оперативникам удалось определить точное местонахождение машины. И вместе с полицейскими Широковы направились к месту, где находилось авто. Приехали, у него на территории, которую ему верили охранять, стоит убраденный автомобиль. Дома у него мои вещи. И как бы ничего, к нему никаких претензий. Сказал там знакомый какой-то Алексей, пригнал машину. Потом выяснилось, что он его знал, а говорил, что не знал. Машину забрали. Но из салона пропали видеорегистратор 18 тысяч рублей и два смартфона. Позже задержали и предполагаемого автоугонщика. Им оказался 31-летний житель Челябинска. Супруги Широковы предположили, что задержанный может быть причастен к другому преступлению. Несколько месяцев назад Владислав был избит. Вот последствия той драки. Ну, он добрался до второго этажа, постучался к женщине. Она им открыла, вызвала скорую. Также набрал номер телефона мамы, дал он. Ну и, соответственно, приехала мама, и они вскоре его увезли. Тогда в ходе потасовки у мужчины пропали ключи от машины. А через несколько месяцев и сам автомобиль. В отделе полиции Ленинский и управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Семья надеется, что стражи порядка смогут разобраться во всей этой ситуации и привлекут виновных к ответственности. Кстати, это дело уже вскоре будет рассматриваться в суде. Продолжение следует... Продолжение следует...